Привет! Давай продолжим с тобой разбираться про американские тачки, да, и раз мы уже начали, затронули тему Чарджера Камара, продолжим все вот эти вот культовые американские тачки и сегодня проговорим про Мустарк. Конечно, Мустарк, вот с того момента, да, кто смотрел фильм о Ford против Ferrari, все помнят эту презентацию в 64-м году первого Мустарка, какой он сделал революцию на рынке, он там уже больше сколько-то, 50-60 лет на этом рынке находится, и он постоянно меняется, постоянно генерируется, но тем не менее он стал законодателем вот такого вот класса компакт-автомобилей, да, они называются поникаров, с небольшими, но тем не менее объемными моторами. Короче, все про современные Мустанги в этом видео. Итак, рассматривать старые Мустанги, вообще вот эти вот раритетные, даже те, которые выпускались в 90-х и начало 2000-х годов, не имеет смысла никакого, потому что его проще купить здесь, и, в принципе, те машины сами по себе не так интересны, они не получились. Это был кризис, который начался в конце 70-х, длился 80-е годы, затронул 90-е, вот эти вот все кризисы с американского автопрома, да, все помнят, какие там выпускались машины, что даже доходило до того, что классические мускулкары, которые были там заднеприводными, с большими объемами, с большими двигателями, большой мощностью, да, вот это остановились на дыбу, их начали делать там с двухлитровыми переднеприводными машинами, похожими на Павли. То есть, да, до такого доказывался автомобильный рынок Америки, мы в этом, может быть, разберем с вами в каких-то одном из видео. Но сегодня все про Мустанг и про Мустанг пятого поколения, который выпускался с 2005 года. Значит, до этого времени, там, конец 90-х, начало 2000-х, Мустанги были страшненькие, как на вот этой картинке, у них были небольшие продажи, машины были особо никому не интересны, и они захотели сделать революцию такую вот, да, на рынке, чтобы вернуть Мустангу его именно, вот, то первоначальное предназначение, в котором он появился в конце 60-х, ну, в середине 60-х и под конец 60-х годов, да, когда были вот эти вот легенды из серии, там, Фастбэк 67-го года, та же Элеонора, та же машина Буллета. Они сделали вот такой вот новый кузов, да, это пятое поколение, которое вообще вначале представили его на североамериканском автошоу в 2004 году под кодовым названием S197. Вот так вот оно было выглядеть, все такие, ух ты, круто, классно, красиво, да, но никто не надеялся, что этот концепт, да, дойдет до серии. По факту, когда машина появилась в конце 2005-го года, в середине 2005-го года на конвейере уже, да, то первые серийные образцы, то она практически сохранилась, и это было очень здорово, потому что Мустангу, ну, не Мустангу, да, а корпорации Форд удалось нащупать вот эту вот именно ту ниточку, которая связывала те первые классные классические Мустанги, которые очень ценятся, уже более современные. Ну, что они делали здесь с моторами? Вот, когда я читал историю, да, вот я готовился к этому видео, читал историю создания моторов, я немножко удивлялся. 2005-2006-2007 год, в Мустангах пятого поколения стояла V-образная шестерка объемом 4 литра на 210 лошадей. То есть 4 литра и 210 лошадей уже в такой, да, в 2000-х годах, уже даже под конец 2000-х годов, ну, как бы странно, потому что, например, тот же Dodge Charger, да, вот, который у меня, у него тоже V6, объемом 2,7 литра, который выдает 195-197 лошадей, то есть практически то же самое, при этом объем в полтора раза меньше, то есть как они с 4 литров сняли 200 лошадей, ну, это задается вопросом, но для Америки это нормально, поэтому тогда вот в первых Мустангах, которые шли там с 2005 по 2009 год, это вот именно первая, да, дорестайлинговая версия, у них было два типа двигателей, это 4 литровая V-образная шестерка на 210 лошадей и 4,6 V8 на 300 лошадей. Оба мотора были и с автоматической, и с механической коробкой. Давайте теперь посмотрим, что у них получается по ценам. Значит, смотрите, на аукционах еще, может быть, машины и попадаются, такие старые, как 5-6 год, да, но в принципе в статистике уже идет год от 2007, поэтому сравниваем 7-й и 10-й год, как эти вот, да, кузов еще не обновился, моторы оба берем 4-х литровые на 210 лошадей, с 7-го года мы можем купить машину за 1280 баксов, в итоге она нам получится 12800, с 2010 года можем купить за 2200 баксов машину там, а на нас здесь получится 12500, потому что очень большая часть, это все это сумма автомобиля, седая, налоги, потому что старый год и большой объем свечет 3 литров. Поэтому никакого смысла брать машину 2007 года нет, и если уж очень хочется, то берем именно такую машину, так, то берем 2010 год. Та же самая у нас картина получается, если мы будем смотреть вот эту V-образную восьмерку, да, на 4,6 литра, если мы берем машину 2007 года за 2700, она у нас получается 16100, тут если мы берем 2010 года за 3600, она у нас получается здесь даже дешевле, 15,5, потому что мы экономим 3 года на налогах, поэтому, опять же, если мы платим старый мустанг с первыми моторами, да, которые выпускались уже, то мы берем 2010 год. Теперь расскажу немножко, да, вот, хотя это цены такие абсолютно приблизительные, но у мустангов в этом поколении был мустанг Shelby GT500, который был самый мощный, с компрессором, и смотрите, что у него получается по ценам. Эту машину мы можем купить с мотором, вернее, как мы можем купить, они были только такие, с мотором 5,4 литра с компрессором на 500 лошадей, поэтому мы можем купить седьмой-десятый год, седьмой год мы можем купить за 13 тысяч, десятый за 14 тысяч, и на выходе получить здесь 31-32 тысячи, плюс-минус то же самое. Опять же, поэтому берем десятый год для того, чтобы было более экономным. Я не знаю, конечно, кто будет покупать такую машину, это надо быть откровенно ярым фанатиком, и, если честно, мне кажется, что этих годов машину в Украине можно купить примерно за те же деньги, а может быть даже еще и дешевле, потому что автомобили нелегидные, кому нужен такой мустанг, с таким расходом, с компрессором 5-4 литра, то есть это вот кто-то коллекционный может продает, кто-то хочет, кто-то фанатик. Поэтому, если мы берем машину со штата, то только десятого года. На рестайловую версию, которая, в принципе, шла еще с 2010 года, ну вот уже в 2011 точно пошла и рестайловая версия, и мустанг начал ставить, ну, фортронгий, начал ставить новые моторы. Они поставили туда на базовую версию 3.7 литровую V-образную шестерку, которая начала выдавать 305 лошадей. Вот это уже, в принципе, то, что более-менее адекватное по объему двигателя, по мощности и, в принципе, по цене. Потому что, смотрите, что получается. Эти модификации, да, вот это вот 5-е поколение в рестайле выпускалось до 2014 года, и мы можем эту машину купить с 2011 года за 2400, 2014 года за 3300, на выходе получить примерно 11 тысяч за оба автомобиля. Поэтому, опять же, здесь имеет смысл радикально категорично брать новый автомобиль, ну, новый, последний, да, последний выпущенный автомобиль 2014 года с этим мотором, и мы, в принципе, вкладываемся в относительно адекватные деньги в 11 тысяч. Можно подобрать автомобиль так, чтобы он был не сильно битый, чтобы его ремонт не был сильно дорогой, и получить за, там, например, 12-13 тысяч классный мустанг с относительно экономичным мотором, потому что вот это вот 3.7 V6, они по заявленным производителям, да, у них там есть и механика, и автомат, и по заявленным производителям параметрам автомат даже жрет меньше, чем механик, потому что вот трассовый расход машины с механика, там, 8,5 литров, с автоматом, там, 7,8, что-то из этой серии, вот. Соответственно, и в городе будет там более адаптивная в 6-ступенчатые автоматы, которые там более четко в нужный момент переключают передачи. Но если вы все-таки хотите мустанг такой более мощный, да, типа с V-образной восьмеркой классика, куда же без нее, вы можете просмотреть покупки такой 5-литровой V-образной восьмеркой, да, это была версия мустанга GT, которая выдает 410 лошадей, или 420? 420 лошадей. Ее можно купить за 5600 2011 года и за 6900 2014 года, и на выходе получить 17 тысяч за обе и те же машины здесь в Украине, да, ну, добавим стоимость ремонта какую-то, то есть получить там за 18-19 тысяч 5-литровой V-образную восьмерку на 420 лошадей классический мустанг, который будет шлифовать, дымить и так далее. Вот, поэтому, опять же, точно так же, нет смысла брать 11-й год, есть смысл брать 14-й год, да, если вы хотите вот именно такую машину, потому что итоговая цена будет плюс-минус одинаковая. Ну и для ярых фанатиков, мустанг делал вот эту вот свою максимальную топовую версию Ford Mustang Shelby GT500, которая была в 2011 году с мотором 5,4 на 550 лошадей, а в 2011 году с мотором 5,8 на 662 лошадиные силы с завода. 11-й год мы можем купить за 16 тысяч в Америке, 14-й год мы можем купить за 18 тысяч в Америке, и получить на выходе 32 тысячи, что там, что там, только в 14-м году мы получаем более новый автомобиль, больше мощности, другой мотор, да, там 5,4, 5,8, там 550, тут 662 силы, а итоговая сумма будет такая же, 32 штуки в Украине. Поэтому, в принципе, вот это вот все, если вы хотите мустанг, то рассматривать покупки мустанг пятого поколения первого, да, первый вот этот, дорестайловый, вообще нет смысла, потому что он объемный, никуда не едущий на 200 лошадей, как мы сейчас уже в каждом Hyundai по 200 лошадей, это уже не мустанг, то есть он просто большой и красивый, но мы переплачиваем абсолютно на все, мы переплачиваем огромное количество денег из-за 4-литрового мотора из старого года на растаможки на самом налоге, поэтому, в принципе, до 2050 года мы мустанги можем вообще не рассматривать, с 2011 года вот эти вот рестайловые, пятое поколение, которое шло с мотором 3.7, мы получаем за 11 штук, если 5-литровый, мы его получаем за 16 тысяч, и если вы хотите все-таки Shelby GT 500 с компрессором на 662 лошадиные силы вот эту вот огромную дуру, да, то берем точно так и 14-й код и готовим 30-е штуки.